Второй вид это столбчатый фундамент. Столбчатые фундаменты наиболее дешевые и распространенные. По расходу материалов и затратам труда они где-то в полтора-два раза экономичнее, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны они в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Фундаменты столбчатые устраивают в основном под здания с легкими стенами, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент при этом не экономичен. Столбы фундаментов могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными и железобетонными. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 метров друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Столбчатый фундамент из каменных и кирпичных столбов устраивают из бутового камня, камня-плитника красного кирпича. Минимальные размеры столбов из бутового камня это 60 на 60 см, из кирпича 51 на 51 см. Столбы фундамента можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой из 6 мм проволоки. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые фундаменты и столбы из кирпича размером 38 на 38 сантиметров, а промежуточные будут у вас размером 38 на 25 сантиметров. Столбчатые фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки берется, конечно, по расчету, а толщина столбов 25 на 25 сантиметров. С вертикальной арматурой диаметром 10 миллиметров и горизонтальной диаметром 6 миллиметров, которые располагают через 25 сантиметров. При сборных столбах подушку и столбы изготавливают отдельно и монтируют во время установки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова